так добрый день компания запке перед нами автомобиль kia optima 2011 года jdi мотор что у нас приехал с неизвестным звуком к аккумулятор разряжен сейчас будем заводить слушать я ничего заведешь или среди послушаем чтобы понять что будем дальше с ним делать кому интересно это г-4 к джей вот он видите написано пробег 120 миль привезем из америки до в принципе понятно янда там стучит поршень в общем что будем делать до будем снимать будем разбирать и уже с вами смотреть что там внутри что случилось так что вот так вот максон ты готов я понял давай ну все начинаем в общем уронили двигатель наш двигатель как двигатель будем разбирать его чтобы добраться смотреть что там внутри но из того подержи свет покажи а масло какой или кастрол 5 в 20 я понял в общем сейчас приступим с ними на весуху голову раскидаем и уже когда будет разобран да максон чем искать разобран режим вы определимся что же стучало разобрали мы наш мотор давай максим по порядку что у нас 1 у нас получается шатун какого цилиндра видите у нас черный вкладыш провернула да стальник он смотрите шейки вообще тоже амбо да они все я смотрю пошли получается а принеси его пожалуйста если не сложно посмотрим так блок баланс волос да у нас стружка и можно сказать клюну он не крутится так я понял так на учер стружки нажрался от цилиндрами что может так а где форсунки форсунки уже стоят завода в одиннадцатом году пожалуйста 24 каджей форсунки для америки уже видимо ставили но мы форсунки уже демонтировали цилиндры такие живые еще в принципе чуть 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 цепляет он в каждом есть растянута было до конца можно сказать но стильное все да а с башкой чё а покажешь поршня давай глянем тоже такие да маслица влетала поршня более-менее живые тем не менее сейчас будем хозяином принимать решение пусть смотрит все разборка закончена сейчас будем решать что будем делать и я вам расскажу не обращайте внимания только разборка часы это почистится помоется будем смотреть амба так решили гильзовать блок бы менять поршня будем менять один шатун будем менять колено сбалансируем и сейчас решаем либо будем удалять их и ставить к дэшный насос тут есть загвоздка там звенья цепи точнее зубы там разные не получится тут так придется там распиливать шестерню к дэшную если получится это сделать и тогда поставим собственно вот сам поршень он такой специфичной формы вот видеть к 24 но на конечно не похож отправляем блок гильзовку попутно решаем вопрос шестерню на масляный насос все не найдем знаешь будем искать балансир пока вот так вот все это происходит прошло несколько дней наш блок каджей напоминаю собираем оптиму 11 года из америки вернулся с гильзовки видите уже хон нанесен все новое перевели пожалуйста макс по тем кто не смотрел может начало здесь уже с завода стоят форсунки хоть одиннадцатый год но машина у нас с американского рынка поэтому видите корейцы переживали за них не знаю как на других может но у нас очень мало моторов оптим скажем с такими моторами из того что делали напоминаю у нас был шатун заклинивший блок балансиров тоже заклинил что у нас будет делаться у нас новая новый коленвал будет использован он подходит от 2 и 4 к я точно такой же и по вину и по да и вообще по жизни он стоит от 2 и 4 у нас будет использован с вами новый шатун вот он с шатуны свои не откроем мотора не подходит ход поршня немножко другой как я вам уже показывал вот они гильзовали это у нас поршеньки они тоже видите форма своя на каине такая и размеры номерок еще раз светянуло у нас с вами новый масляный поддон объясняю почему убрали балансиры человек сам захотел будем переделывать под кадешный насос ставить цепи вот здесь была самая запара об этом чуть позже сейчас максим начнет установку он наш собирать блок собирать поршня и мы вам вот расскажем смотрите какой аспект вот встретили получается на кае и вот на каджей на 24 шестерни были вот они а разные они сдвоены кто смотрел по кд по кд у нас идет одна общая шестерня и на масляный основной и вот тут возникла проблема которую человек сам решил не есть много знакомых токарей сейчас объясню вам в чем дело дело в том что видите зубчики какие на основной шестерни и какие зубчики на шестерни масляного насоса именно к дэш на этот к дэш на фишка в чем человеку пришлось так как они цепи и вообще и ход цепи извини вообще не встают на такие зубья пришлось взять к дэш на шестерни вот она была сдвоена и у токаря ровно половину сточить и сделать идеальную плоскость всех заморочился сделал будем устанавливать сейчас чуть позже расскажем вам как это все будет выглядеть процесс сборки двигателя полным ходом и так у нас на данный момент новый коленвал установлен вот смотрите работает коренные подшипники у нас тянутся вообще в три этапа но можно начать из двух первый этап вам надо будет затянуть 31 ньютон метр подождать и потом либо до вернуть на 90 либо 120 ньютонов еще прокрутить ну но одно и то же сейчас все нормально из того что есть собираем поршня вот он уже собраны как уже было кольца замки на 120 градусов разные стороны смотрят там здесь все стандартно два компрессионных одно маслосъемная маслосъемная наборная и что еще сами поршня не видите на стопорах не нужно греть поэтому все домики просто максим продолжает нашу сборку чуть похоже расскажу вам с каким моментом тянутся шатуны максим установил шатуна что покрутим шатуны . видите все бегает вообще сказочка в общем тянутся ребята не в два этапа 1 21 ньютон метр ждете и доворачивайте на 90 продолжаем сборку сейчас что будем делать мы к дэшный насос правильно будем ставить сейчас после плиты тогда что я продолжу съемку позовешь мне итак мы прикрутили плиту или нижнюю часть поддона там по разному называется смотрите уже установили к дэшный насос вот он стоит нам потребовались болты его крепления уже был видос где он есть а вот о чем я говорил смотрите какая цепь стоит на к и такая же стоит а здесь на родная цепь она будет новая у нас вот он ее номерочек видите какая как велосипедная соответственно вот видите зубе не подходит и поэтому пришлось точить родную к дэшную шестеренку разрезать наполам и делать плоскость чтобы вот это вот родная шестерня встал и чтобы мы смогли поставить цепь из этого нам потребовался успокоитель если смотреть нам автомобиль это правый вот он встал цепь натянута левые натяжителя ставили старыми так как первое к джей их нигде вообще нету но во вторых в принципе они нормальные промыли почистили на масляном насосе редко кто их вообще меняет вот сейчас мы поставим поддон перевернем двигатель и установим новый грэм покажем вам метки но не будет тоже абсолютно простыми здесь все просто на масляном насосе это не балансир здесь как таковых меток нет она ставится как угодно поэтому уже подойдем к мотору когда будет прикручена голова и вам пройдемся по моментам и будем ставить верхний грэм так но наши опасения не оправдались все встало верхние натяжители успокоители все новая цепь тоже больше всего волновались как я уже показывал вот за эту звездочку ну слава богу все в норме звездочки кстати садится на шпонку поэтому тут нету грэм как я уже говорил очень прост вот видите на этой звездочке есть место и тут цветное звено на цепи и на шестернях тоже имеются метки также ставится поэтому продолжаем собирать видите грэм весь наш на месте сейчас вам расскажу по моментам затяжки головы по голове у нас стандартный в принципе если у вас нет подручных материалов или вы когда-то делали g4 к е то тут такие же моменты у нас получается болты от центра крест на крест тянется к краям тянутся в три этапа первый этап это 36 ньютон метр и потом два по 90 уже видите даже блок потом прикручен мы сочленили с коробкой сейчас будем уже закатывать машину в цех дабы она отогрелась потому что все кто работают знают что на холодную не очень устанавливать а пока будет она греться установим навесное оборудование закроем нашу цепь грэм в принципе скоро даже будем запускать как я уже сказал закатили ее смотрите ничего нет макс снизу сверху достать снизу в общем все легко и просто осталось только двигатель до собираем чем окна давай макс собрал машинку работает это прогревать клиент здесь будет все время собирал по деньгам и так мы организовали блок поменяли поленвал шапуны поменяли скольца масло постановили кардесный насос поменяли здесь туалет здесь такое ухо что ухо мы с четырьмя родителями сочнили генератор была заклинивший адгон был вместо в том числе и делали масло в коробке поменяли скручки все да похоже да вышло все это наверное есть четыре тысячи и сейчас вот мы тоже сделаем что-то в общем всем удачи народ пока еще что ломайте звоните найдем недавно совсем снимали двигателя киа оптима с двигателем g4 к джей там напоминаю вам убирали балансиры ставили масляный насос от к д поставили распилили шестерню поменяли потом что еще сделать загизовали поставили новые поршня новое колено вот человек прошел 1200 приехал на замену масло все смотрели вот сейчас его поменяем по эксплуатации человек говорит что в принципе там вопреки расхоже мнением вибрации нет едет хорошо при есть единственное что бывает на низких оборотах небольшая вибрация когда включается у меня вентилятор а когда нагрузка идет но это может еще быть и вибрация я понял поэтому народ все это имеет место быть 1000 пробежала видите так что пожелаем ему удачи и сменим масло